книга открытым оком том 13 вопрос 2794 тема суды чем же закончился суд с коммунистом отвечает игнатий тихонович лапкин ничем как бы не бывшие и краевая судебная коллегия в числе трех судей ровным счетом ничего не вырешила оставила в силе решения отказа от решения первой инстанции когда краевой суд начался то для порядка председательствующие спрашивает всех участников дела имеются ли доводы отвода суда доверяем ли суду спросили меня я был с переводчиком пальгуевая надежда ивановны она мне прошептала что за вопрос и мне нужно было встать я попросил разрешения говорить не по уставу и сказал что суду не могу доверять так как никого из них не знаю у меня были уже неоднократные суды и первая инстанция ничего не решила а вторая в том же здании совершенно против того все и решит совершенно напротив того все и решит так что если судьи верующие в бога то я им доверяю а если не верующие то не могу доверять ибо они что попал творят судья возразила недовольно что здесь мирской суд а не духовный если я имею сведения то судья родственник противной стороны или еще что-то подобное тогда могу заявить отвод судья я суду сразу же пояснил что судить то и нечего а вы уже полгода торчим в суде оклеветавший меня коммунист бывший секретарь кпсс по диалоге и никогда со мной ранее не встречался что я и доказал согласно его же свидетеля гоценбиллера поездка у них по деревку было не ранее 1976 года тогда как гоценбиллер валерий иванович согласно 8 главы книги и повести полюшка поля был назначен директором дома научной книги только в мае 1975 года что он сам подтвердил и что видно из приложений к делу копии его трудовой книжки в главе 9 говорится что прошел уже год его начальствования над научной книгой и тогда они решили приехать в потеряевку поизгаляться над христианином но согласно справки из краевого архивного отдела потеряевская школа списках 1972 году уже не числилась так как последний житель потеряевки выехал из нее в 1972 году тыс 1972 году и куда же мог и куда же приехать мог коммунист идеолог со своим спонсором и троежонцем что на это можно сказать я и друзья мои молились все время и однако вот так получилось значит бог не дает противнику покаяния я слепил судей книга его 9 глава 24 стих земля отдана в руки нечестивых лица судей и и он закрывает если не он так тоже поношение от беззаконных тоже несет славу вторая книга царств 16 глава 12 стих может быть господь призреть на уничижение мое и воздаст мне господь благостью за терпение его злословие и так да еще раз второе царств 1612 может быть господь призреть на уничижение мое и воздаст мне господь благостью за теперешние его злословие книга пророка вакуума 1 глава 4 стих от этого закон потерял силу и суда правильного нет так как нечестивый одолевает правильного то и суд происходит превратный книга исаи 59 глава 9 стих потому-то и далек от нас суд и правосудие не достигает до нас ждем света и вот тьма озарение и ходим во мраке определитель важности любого его таланта звание успеха когда и внутренние высвечено богом на пользу ближнего чтоб залатать прорехи все остальное мишура смешная дым коромыслом от блудливой мысли когда спас хватишься трагедии между нами враг мастерит на дню в трехзначных числах дела и вещи взглядом ввожу они из дерево из сена и соломы и ток подбил и высветилась жуть как много здесь из списка уголовных не надо не хочу мои желания прошу учесть не изрекая смерть писал апостол к римлянам в послании добра желания есть к нему ж закрыта дверь смердят деяния явной мертвичиной вдруг узнаю что оживить их можно разбитое не воскресить починкой но заново все воссоздай мой боже склонившись перед ликом иеговы дел и спрошу из серебра и злата и драгоценный камень на основу до оправдается мой под мои растраты стихии проповеди с библии сверяю экранизирую наглавые стихи в евангельскую бряж обрежу оправу вино веселья лишь в новой мехи живое семя высеяно щедро на всходы зелени любуется душа пшеницы стебель стал ливанским кедром овцой покорную обузданный лошак определитель в совести сокрыт живительные ли колодцы роем трапеза царская довольствовать укорыт родим и вырастим предателей героев 26 июля 2005 год игнатий лапкин